Новые открытия в области науки и техники порождают новую мораль, о которой даже не догадывались отцы-основатели религии с их этическими нормами. Вот какую картинку можно было наблюдать в недавнем магазине-салоне по продаже компьютеров. Святой отец, вам поставить фотошоп? А это что такое, сын мой? Ну, это такая программа, которая позволит вам обрабатывать фотографии, делая, скажем, красивые пейзажи, вот, например, так. О, просто райские кущи, у меня много наснято святых мест, это мне надо. Хорошо, батюшка, ну а переводчик поставить? Какой такой переводчик? Ну, вы же, наверное, общаетесь с коллегами из других конфессий, бывают, сын мой, и, предположим, вам надо написать письмо на иностранном языке. Берете русский текст, ставите в окно, указываете язык, вот вам, пожалуйста, перевод на английском, или на французском, или на немецком, или даже на японском. Господи, чудеса-то какие! Давай, давай мне эту штуку, сын мой! А то с титаниумом. Вам не надо? А это что за птица такая? А эта программа позволяет вам размножать снятые вами видеоролики, а также любые фильмы, документы, фотографии. О, да, мне это надо! Ты мне ее сунь туда, сын мой, сунь! Хорошо, батюшка, а с грехами как быть? А это что за программа? Эту программу нам еще Иисус Христос завещал. Не убей, не выжилай, не сотвори кумира. То грехи, сын мой, их надо остерегаться. А как насчет такого греха, как не укради? То тяжкий грех, сын мой, даже мысли о нем греховны. Гони их от себя, гони! Да я не о себе беспокоюсь, а о вас, святой отец. А чего же по мне это беспокоится? Да как же, батюшка, программа-то, которую я вам навтыкал, все ворованные. Ох, грех-то какой! Придется отмаливать. Будете свой отмоливать, заодно и мой отмолите. Отмолю, сын мой, отмолю. Следующий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...